ой нам еще удалось пройти к надписи дзербент потому что она на возвышенности почти как всем доброе утро у нас сегодня последний день в дагестане ребята вот у нас день рождения ребята просто сделаем спасибо особо для вас поздравляем так ну что ребятки завтра у нас начнутся другие путешествия тари вот так это завтрак все вкусно и красиво когда выходишь в хорошего номера с хорошего отеля с видом на горы то просто хочется еще больше развиваться момент релакса когда сюда заходишь вот эти птицы эти качелька круто на самом деле ну прям вот в релакс местечки есть с таким вот видом на собственно дербент на каспийское море дальше будет чечня а сейчас нужно последний раз сказать спасибо короче у нас тут движуха сейчас наш любимый елена будет рождение халатная вечеринка будет через 4 минуты добрались мы до набережной до центра входа так у нас первого раза сейчас не удалось попасть крепость там она пока до пол третьего не работает поэтому мы собственно сейчас пришли на смотровую здесь рядышком здесь отличные виды открывать собственно попаримся и пойдем завтра мы отправляемся в чечню мы встретимся фразами честными задержками на двоих губительная слабость на двоих губительная радость мурашки после ноги по холодному паркетов вот насчет кстати насчет приор пожалуйста белые посаженные взлетающие приорки все имеется все имеется хорошее настроение позитивные люди все короче здорово жаришка за окном поэтому продолжаем наш путь там у нас море получается каспийское тут у нас собственно горы всего как у людей поэтому держим дальше наше путешествие продолжается мы проехали уже махачкалу сходили там на пляж подсняли видосик видно что ну как не все еще построено до конца дальше тоже типа город ну там как строится там развивается как бы да сейчас мы едем по прямой и мы подъезжаем мы уже въехали в получается дербенский район дербенский район виноградники красиво как виноградники приоры пролетают все все пролетает мимо короче вот туда это и другое в пыли но они на самом деле поэтому с вашей шутим очень вот кстати очень прикольно вот любят здесь ребята приоры на реальный вот прям блин хлебом не корми дай приору погонять прям реально привод любовь местных людей приором это конечно интересно очень сейчас едем получается мы подъезжаем к дербенту на буквально там осталось 30 километров вот там заселяемся уже в наш отель и собственно буду дальше я вещать оттуда так ну что ребятки так вот мы добрались все-таки до сосновый бор джесс как поднялась нормально лучше чем ноги дань как-то красавчик да 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 не в шоке от тропиночки да нет на самом деле мы просто пока замок закрыт на несколько часов мы решили тут дальше прогуляться до соснового бора так у нас первого раза сейчас не удалось попасть крепость там она пока до пол третьего не работает поэтому мы собственно сейчас пришли на смотровую здесь рядышком здесь отличные виды открываются отличные виды наверное это ничего не сказать здесь вот так что можно отметить в сосновом бару ребята приходят жарят шашлычок вот здесь вот местечки есть с таким вот видом на собственно дербент на каспийское море и все хорошо про то какой здесь запах и про природу я думаю даже наверное не стоит ничего говорить но про то что можно сюда прийти отдохнуть и вход сюда кстати бесплатный да на минуточку и увидеть собственно вот ребятки там внизу жарят шашлычок здесь полностью все вот это вот как сопка получается да вот это вот горная вот эта местность она абсолютно свободна для входа и абсолютно бесплатно сюда можно прийти пожарить шашлыки покушать посидеть не знаю подумать очень круто ой мы нам еще удалось пройти к надписи дербент потому что она на возвышенности почти как почти как эллы и только дербент круть я вот кстати ни разу если честно я вот увидел мы сначала подумали это заборчиком уграждена что нельзя но отдать должное все-таки клеточка была открытой как бы ну разрешают сюда пройти сделать фотографии возле ну красиво возле этих букв это на самом деле тоже достойное уважение что могли бы закрыть ну вот радуйтесь получаете эстетику так сказать далека но можно сюда пробраться скажем так и сделать красивые кадры ну и видосики конечно просто поэтому прям 5 баллов мы идем дальше мы пока здесь идем вид замечательный вид просто нет слов крепость на рынкова мы поднялись вот такой открывается вид так в банке сейчас мы немножечко есть собственно попаримся и пойдем дань то есть а что это такое в двух словах это хамал так переведи кто не знает что это такое а я че знаю что ли вот так все мы с Даней попарились в бане побыли в предбаннике и идем и уходим обратно Даня давай твои впечатления прям быстренько 10 секунд 15 нет давай ну твои впечатления как бы смог бы смог бы ну короче да не смог бы врет наверно мы сейчас вышли из замка и когда выходишь когда встречаешь вот такой вот вид сразу перед тобой то есть мы там походили походили там внутри есть музеи небольшие куда можно зайти с местной культуры познакомиться и когда ты там сейчас мы походили они такого что-то подвального помещения то есть на темное мы выходим и сразу перед тобой такой вид открывается это конечно завораживает добрались мы до набережной до центра входа и сейчас пойдем слушать ночной прилив как это ночной прилив что еще можно делать в конечно кататься на качельках кайф просто кайф он находится рядом с нашим отелем я забыл как он называется ну ладно но он очень красивый здесь приятно находиться здесь есть качельки и здесь очень ну так выстроено что вот эти вот птицы поют это здесь на самом деле ну звук как бы не живой с колонок идет но сам момент релакса когда сюда заходишь вот эти птицы эти качельки круто на самом деле ну прям вот релакс короче у нас тут движуха сейчас у нашей любимой елена будет в рождении через 4 минуты вот и мы здесь короче у нас здесь короче халатная вечеринка будет через 4 минуты мы решили ее провести максимально круто да да халатная вечеринка давай Даня почему-то Даня почему-то возомнил себя переменным мультимиллионером короче она здесь будет сейчас халатная вечеринка сейчас будем поздравлять нашу любимую Елену всем доброе утро у нас сегодня последний день в Дагестане завтра мы отправляемся в Чечню а сегодня мы отправляемся на водопад и в горы кстати хотелось бы выразить благодарность отеля премию нашему собственно администратору который у нас был за прекрасный номер за великолепные виды за офигенное просто обслуживание что попросили то принесли без проблем без вопросов это круто мы здесь становились четвером ощущение как это сказать когда выходишь с хорошего номера с хорошего отеля с видом на горы то просто хочется еще больше развиваться еще больше расти еще больше зарабатывать денег еще больше добиваться своих каких-то целей и собственно чего и вам желаю ну а мы вот теперь после хорошего приятного душика можно и собираться в путь дорогу в чечне воду завтрака я сегодня оставался просто в отеле ребята пошли на завтрак они заказывали завтрак у нас по ну так называемый ваучер это два завтрака бесплатных и ну как бы так как нас четыре человека два платных вот и собственно не буду но я мало тут снимаю там про еду про все вот это вот мы когда были в турции в крыму я снимал собственно эти моменты здесь я больше снимаю природу больше снимаю ну какие-то вот местные локации типа там улицу там понятно горы и так далее по поводу завтрака все здесь ну прикольно все классно вот я сейчас у меня он получился поздний но вот не помню как это называется там разные четыре вида абсолютно все вкусно классно еда абсолютно хорошая ну хочешь национальное хочешь не национальное то есть в плане этого все в порядке все вкусно и это абсолютно можно кушать и без каких-либо проблем поэтому собственно поехали дальше у нас здесь вот такой наш стол сегодня у Лены день рождения будем праздновать у нас была на дня вчера с ночью была у нас пижамная вечеринка поэтому он кстати там папаху купил поэтому у нас скоро посыпется контент интересный ну и сейчас мы собственно собираемся погуляем немножко еще и с утра рано едем в чечню это просто показал то что на абсолют абсолютная вкуснятина все супер с этим и ребята всем привет прежде чем покинуть замечательный город Дербент мы решили во-первых у нас сегодня до рождения джесита давайте ручку это первое самое главное событие второе это Данька решил поесть в Сиазон с Паской вместе они говорят давайте перед теми перед отъездом на берегу Каспийского моря поедим отведаем вкусные пищи и мы заехали в Сиазон вот тут джесита сидит и радуется пока нам принесут как это плов шахплов шахплов пока пока нам принесут замечательную блюдо шахплов ну я подсниму это все вот и перед тем как отправиться в другую республику дальше мы отправляемся в Чехню мы собственно здесь вот отмечаем день рождения джесита в Дербенте ребята вот у нас день рождения наши любимые джесита ребята просто сделай пушку спасибо поздравляем ваши дневни сейчас будет что-то такое невероятное так пошло так Лен давай а он прогореть должен а он прогореть должен а он прогореть должен вот так вот так пошло ой вообще сейчас короче ребята сделают просто пушку джесита день рождения а вот из ведра из ведра а сейчас пошло это самое прекрасное что это такое это шахплов это шахплов азербайджанский шахплов шахплов а так линкераторский он и он он и спасибо спасибо огромное так ребята ну что у нас тут вот такая локация сзади сбоку каспийское море спереди за танька наворачивает справа венок уворачивает там пашка мы что-то отправляет что-то направляет кому-то свою фотографию вкусно держать из кочерги держать нам кочерги пашка про эту фотографию классный вкусный и вот этот морской запад короче все прям пушку дальше будет чечня сейчас нужно последний раз сказать спасибо море поблагодарить его за где-то грустное настроение где-то нет и собственно вкусить этот не знаю как правильно вкусить почувствовать этот морской и запах ребятки кстати помните говорил про завтрак я уже его снимал отеля здесь он выглядит по-другому его только принесли там он был в пластиковой таре вот так это выглядит завтрак все вкусно и красиво